Да, по поводу матча мы знали, что сегодня ждет нас тяжелая игра, изучали соперников, многое не получилось у нас сегодня, но хорошо, что забили сегодня три гола и довели до победы. Господин Устойкий стал плохо в раме матча? Да, ему стало плохо, надеемся, что все станет намного лучше. Желаю ему крепкого здоровья. Среди вас матч с Тачи, матч тоже будет непростым, как будет серия? Готовится как? Ну, будем готовиться в то же самое спокойном режиме. Знаем, что тоже ждет нас тяжелая игра на выезде с Тачи. Постараемся взять три очка. Сегодня на скамейке Забахстана приняла Ермака, Голинс, Загинайлова. Можете сказать, что их состояние травмировано? Ну, по Загинайлову и Олегу Ермака у них микротравмы есть. И надеемся, что к следующему матчу они будут готовы уже на 100%. Что касается Гомеса, он еще не восстановился полностью после травм. И тоже ждем уже на следующей неделе, чтобы он со всеми тренировался. Ну, тяжело комментировать, честно говоря. Я люблю быть более кратким. Буду более кратким. Что можно сказать? Это футбол. Явно разделилось два тайма. Между первым и вторым таймом. Первый тайм организованно. Не было явных преимуществ у одной или у другой команды. Как таковых моментов сказать, что для реализации, для забития гола их было мало. Второй тайм. Две. Первый и второй гол, можно сказать, буквально, это глупые ошибки. И, наверное, сказать, что это не просто какое-то мастерство, умение, класс или навык. Наверное, это больше стоит на какой-то безответственности. Ответственность за момент, ответственность за эпизод, ответственность за мяч. И ответственность в целом за результат. Не могу сказать, что не было самоотдачи, потому что у многих... Все равно у многих ребят в целом было видно и желание, и рвение, и чувствовали, что надо. Ну, так оно бывает. Это футбол. Ваши команды все-таки агрессивно играли в атаке. Чего не хватило для более удачного завершения? В этом случае, наверное, холоднокровие. Я думаю, холоднокровие, опыта, мастерства. Потому что в первом моменте, если я не ошибаюсь, там Родриго Бастан оказался один в один с вратарем. Второй момент Вирджилио Оларуда. Ну, это, наверное, холоднокровие и опыт. Опыт, холоднокровие, мастерство уже, но потом это другой уровень.